МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тело погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской исследуют еще раз. Дополнительную комплексную экспертизу назначили по просьбе родственников. Специалисты должны выяснить, каким предметом были наясены телесные повреждения, более точное время смерти и как долго тело находилось в воде. Кроме того, подробнее исследуют кровь на содержание различных веществ. Напомню, Ирина Ноздровская пропала 29 декабря, а 1 января ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в реке. Директор Николаевского аэропорта Михаил Галайко заплатил 2,5 миллиона гривен залога и вышел из СИЗО. Как сообщают местные СМИ, квитанцию об уплате в изолятор накануне вечером принесли его адвокаты. Напомню, Галайко задержали 28 декабря за попытку дать взятку в 2,5 миллиона гривен губернатору Алексею Савченко. Деньги Галайко предлагал за то, чтобы сохранить должность директора аэропорта. Правоохранители зафиксировали передачу первой части 700 тысяч гривен. Суд избрал меру пресечения 2 месяца под стражей, либо залог равноценной взятки. Вспышка гепатита А в Николаеве. Вероятная причина питьевая вода, которую люди покупали в уличных пунктах разлива. Сколько горожан госпитализировано и какие меры принимают чиновники, чтобы обезопасить остальных, выясняли наши корреспонденты. Высокая температура и слабость вирусный гепатит А, более известный как желтуха, начинается как обычная простуда, заканчивается в основном госпитализацией. Сейчас в больницах Николаева уже 39 человек с подозрением на эту инфекцию. Шестеро из них дети. У 16 взрослых и одного ребенка диагноз подтвердился. Состояние больных средней степени тяжести. Средняя тяжесть проявляется в интоксикационном синдроме. Человек не может кушать, тошнит, то есть не принимает пищу, мы вынуждены парентерально вводить растворы. В народе называются капельницы. Санврачи уже выдвинули основную версию источника заражения. Предполагают, что причиной стала питьевая, доочищенная вода, которую люди покупали в пунктах разлива. Заболевшие указали на 7 торговых точек и сейчас они закрыты. Чиновники говорят, проверят все подобные объекты. Рабочая группа сегодня отрабатывает город Николаев с целью установления всех субъектов хозяйственных, которые реализовывают воду, для того, чтобы потом объехать, проверить, уже, знаете, на предупреждение. В отделение, где находятся заболевшие посторонним, вход строго воспрещен. Нам удалось пообщаться с мужем одной из госпитализированных. Он говорит, что разливную воду их семья вообще не покупает, поэтому предполагает, супруга заразилась от другого человека. С кем-то контактировали уже с зараженным человеком. Массовое скопление людей все равно это работа, это транспорт общественный, это лотерея. Чиновники не исключают, в ближайшее время число заболевших гепатитом А в Николаеве возрастет. Ведь источником заражения могут стать люди, у которых болезнь протекает в скрытой форме, и они ни о чем не догадываются. В остальном врачи успокаивают гепатит А, не переходят в хронические формы. Практически все люди выздоравливают, и у них вырабатывается пожизненный иммунитет. В полиции открыли уголовное производство по факту массового заражения гепатитом А. Назначили ряд экспертиз. Первые результаты планируют получить уже через 2-3 дня. И тогда будет ясно, стала ли причиной вспышки недуга именно разливная вода. Пока же эпидемиологи просят местных жителей употреблять только кипяченую воду и тщательно соблюдать правила личной гигиены. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности телеканал Интер, Николаев. Пыточно вместо интерната в один из психоневрологических интернатов Черновицкой области без предупреждения наведалась мониторинговая группа и была шокирована увиденным. Как обстоят дела на самом деле, на проверку отправились и наши корреспонденты. Разбитые окна, отсутствие электричества и деревянные лавки вместо кровати. Таким увидели этот психоневрологический интернат представители мониторинговой группы по правам человека. В нижние остановцы они наведались с проверкой, увиденным шокированы. Мы увидели, что на так называемой территории деньного пребывания есть помещение, где начинали люди на навесный замок. Помещение, не имеющие частины скла. Вода находилась на улице. В середине были только лавицы. Эти люди сидели на лавице в таком недостаточно приемном гигиеничном выгляде. Увиденный омбудсмен назвал настоящей пыткой. Но вот директор интерната такие обвинения отрицает. Мол, сейчас в учреждении находятся 200 больных со всей страны. Это мужчины от 18 до 80 лет. Некоторые из них буйные. И, естественно, уследить за всем невозможно. Но недостатков, по мнению управляющего, не так много. На рахунок гратов, ну, есть у нас, я бы не сказал, это не грата. Это в одном месте в данном пребывании есть деревянный защит векон. Там деревянные такие жалюзи. Можливо, где-то нас неправильно зрозумели. Доказательства показывают кабинеты. В комнатах отдыха чисто, на полу ковры, на кроватях накрахмаленные полотенца. Пищевой склад заполнен едой. Эта разделка у нас находится для древних продуктов. Получаем мы рыбные продукты раз в тиждень. Берем мясо, завозим, не больше 200, до 250 килограмм. Масло, сир, людей. Не голодуют наши подопечные. С подопечными интерната руководство советует не общаться. Мол, те могут быть агрессивными. Но нам все же удается спросить некоторых об условиях пребывания. Мы ходим вашими комнатами. Там ручнички так хорошо складены, ковры. Это всегда так? Или это до нашего приезда так? Это для показов. А вы зайдите туда, в загород. Нарекания подопечных, как и самого омбудсмена, в областном департаменте соцзащиты называют выдумкой. После скандала пришли в интернат с проверкой. Нарушений не нашли. Порядок даже в бухгалтерии. Проверять интернат будут еще неделю. А вот омбудсмен пообещал наведаться сюда еще раз. Если недостатки не устранят, обратятся к правоохранителям. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. Отопление вне закона. Уже вторую неделю в Смеле Черкасской области обогревают дома газом, который подается нелегально. Дело в том, что в конце декабря облгаз перекрыл и опечатал трубу из-за миллионных долгов. Но меньше чем через сутки местные жители сорвали пломбы и без разрешения открыли вентили на котельные. Сейчас ситуация с отоплением в Смеле по-прежнему не разрешена. Из-за неопределенности тепло в любой момент могут снова отключить. Пример Смела оказался заразителен. Жители села Рассошенцев Полтавской области сорвали пломбы с газовой трубы, чтобы не замерзнуть. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил нардеп Сергей Каплин. Нафтогаз перекрыл подачу топлива из-за долгов, хотя люди исправно платят. А задолженность образовалась из-за того, что государство задерживает платежки по субсидиям. В результате без тепла могли остаться 36 домов, детский сад и амбулатория. Крайними, как всегда, делают люди. Размер борога у 2,5 млн грн, я считаю, мизерного борога, который сравнивает зарплату руководителя нафтогаза, привел до того, что тысячам людей отключили через зиму опалення. Мы имеем четкий план. Первый, уже внесли в проект постановы, возвращаемся к Кабмину, когда он негально проголосовал, про заборону каких-то отключений на весь зимовый период. И далее мы имеем серьезный план реформы энергетической галузы. И первый шаг будет ликвидация нафтогаза Украины. Дело об убийстве Олеся Бузины будет рассматривать судья Олег Линник, который отпустил на свободу Юрия Крысина. Его обвиняли в убийстве другого журналиста Вячеслава Веремия. Система автоматического распределения показала, что вместе с Линником в коллегии будет судья Татьяна Левицкая, а председательствующим назначен Евгений Сидоров. Дата первого заседания еще неизвестна. Напомню, журналист и писатель Лесь Бузина был убит в апреле 2015 года. 20 часов продержалось перемирие на Донбассе, но сегодня в середине дня боевики выпустили по украинским позициям в районе Верхнеторецкого несколько мин. И режим тишины снова был нарушен. Тем временем в больнице в Светлодарске до сих пор остаются жители Новолуганского, которые пострадали от обстрела 18 декабря. С ними поговорили и наши корреспонденты. 17 декабря 2017 года во время обстрела поселка Новолуганского около пяти часов вечера эти люди как раз находились дома и пострадали. Сейчас состояние у них стабильное. У Валентины Ефимовны множественные осколочные ранения головы. В момент обстрела она собиралась ужинать с мужем. Если бы я вышла раньше, и тут неожиданно. Неожиданно засверкали эти красные, как метель, со всех сторон. Грохнула и начала валиться на нас. У мужа Валентины Ефимовны открытый перелом ноги. Заряд был сильный, потому что, видимо, он ударил не в дом прямо, а под дом фундамент. Хотя бы восстановили там все, шкафы, телевизоры, морозилка. Ну, все, смято. Ну, что-то надо же помочь как-то. Врачи говорят, супруги будут жить в больнице Светлодарска до лета, как минимум. У них очень большие повреждения их дома, где они живут. Поэтому деваться им некуда. Мы их отсюда не выписываем, мы их не отпускаем до тех пор, пока мы полностью не будем уверены в том, что они где-то будут там находиться под присмотром. В больнице Светлодарска работает специалист по боевым ранениям Дмитрий. Его задача – первая помощь, потом эвакуация в специализированные клиники. Крайний раз по боевым ранениям было еще до нового року, то есть до периода за тысячи. Ну, там практически каждый день. Сейчас нет, сейчас тихо. Сподіваєтесь, что работу у вас не будет? Мы только можем, что сподіваться, надеемся на то. А там подинимо, как оно будет. Хотелось бы, конечно, чтобы все закончилось, но сейчас слава будет тихо. Теперь семья Волохов ждет помощи от государства. Всего в Новолуганском после обстрелов тяжелой артиллерии повреждены или разрушены 43 дома. Это труд всей нашей жизни. Дом и шонажи, то в доме. Вот остались вчера одежды, ни дома, ни вилки, ни ложки, ни до ничего. Даниэль Косаковский, Геннадий Вивденко, Игорь Щепет. Подробности – телеканал «Интер» из Донецкой области. Новые списки обеим сторонам конфликта для следующего обмена пленными передала Украинская Православная Церковь. Об этом сообщил блаженнейший митрополит Ануфрий на встрече с матерями и женами бывших заложников. Приехали в Киево-Печерскую лавру и те, чьи родные все еще находятся в плену. Больше в материале Лины Зеленской. Родные и близкие бывших заложников не скрывают слез радости. За время заключения их мужей и сыновей эти женщины очень сблизились. Общаются и сейчас, делятся планами и не устают выражать благодарность всем причастным. Особые слова для блаженнейшего митрополита Ануфрия. В своей резиденции блаженнейший митрополит Ануфрий встретился с семьями освобожденных военнопленных. Благословил их на добрые дела. Это встреча, которая знаменит эту событию, которая недавно закончилась. Люди вышли на волю. В этом процессе, который произошел, наша Украинская Православная Церковь принимала конкретную участь. И мы очень рады, что это стало именно перед святым Резидом Христовым, потому что Резидом Христовым – это святость семьи. Пришли на встречу и те, чьи родные все еще находятся в плену. Это очень большая надея, потому что сейчас произошел большой обмен. Мы среди тех, кто не вышли. Нас очень мало осталось. И сейчас мы очень большую надею покладываем на Православную Церковь. Митрополит Ануфрий заверил, что Украинская Православная Церковь не остановится и продолжит переговоры до тех пор, пока не будут освобождены все военнопленные. Лиха беда начало. Мы колпотать, будем молиться, просить и Бога, и людей, пока всех своих полоненных мы заберем до себя, до дома. Я прошу вас, чтобы вы сдавали нам какие-то списки, кто там залишился. Также митрополит Ануфрий сегодня поздравил детей инвалидов из Киева и области с новогодними праздниками и Рождеством Христовым. Лина Зеленская, Геннадий Аникеенко, подробности, телеканал Интер. Запад должен создать фонд на 6 миллиардов долларов для помощи Украине. Об этом заявил бывший чиновник Ментагона Майкл Карпентер. По его словам, предоставление летального оружия Украине – важный шаг, но Киеву также нужна помощь в борьбе с коррупцией. И деньги должны пойти именно на этом. Напомню, в декабре Соединенные Штаты разрешили продажу летального оружия Украине. По данным американских СМИ, Киев может купить 200 ракет и 35 противотанковых установок «Дживелин». Протесты в Иране теряют силу. Властям удалось справиться с волнениями, но результат – арестованные, раненые и десятки убитых. Международная пресса тем временем вовсю обсуждают возможное участие Америки и Израиля в организации кампании протеста. Сергей Ослидзер продолжит. Протесты в Иране идут на спад. Столкновений уже почти нет. Власти говорят, что ситуация полностью под контролем. Командующий корпусом стражей Исламской революции основной опоры режима заявил прямо – мятеж подавлен. Но мировое сообщество встревожено. Ситуацию в Исламской республике обсуждают даже в ООН. Комиссариат глубоко обеспокоен сообщениями о том, что во время этих протестов погибли более 20 человек. Вот почему он призывает иранские власти сделать все возможное, чтобы не раздувать напряженность, быть предельно осторожными, избегать дальнейшей эскалации и не провоцировать насилие. Протесты в Иране случаются почти с точной периодичностью – раз в 10 лет. В 1998 году, потом в 2009 и вот сейчас. Как обычно, причина экономическая. Жизнь становится тяжелее, растут цены. Поводом для нынешних волнений послужило одномоментное двукратное повышение стоимости хлеба. Протесты поддержали иранцы, живущие за границей. Это в основном противники режима, которые в свое время успели уехать из страны. Реальность заключается в том, что это движение родилось внутри Ирана. Оно развивалось внутри. Но и за пределами Ирана, рядом с иранским народом, существуют сети сопротивления. Они действуют за границей. И солидарность с тем, что происходит, является не только обязанностью каждого гражданина Ирана, но и обязанностью каждого правительства, которое стремится к демократии. Эксперты отмечают, что протесты не были столь многочисленными, как в 1998-м, зато охватили большинство регионов страны. Кроме экономических лозунгов, впервые прозвучали политические. Аятала уходит и нам надоел. Мы жалеем, что сделали исламскую революцию и тому подобное. Но самое интересное, впервые за всю историю Исламской Республики люди потребовали пересмотра внешней политики. Они хотят, чтобы власти занимались своим народом, а не помощью другим государствам. Сирийская война несет очень большие финансовые издержки. В частности, например, лишь за прошлый год по разным, так сказать, прикидкам от 6 до 8 миллиардов долларов Иран потратил на войну в Сирии. Поэтому это очень серьезный аспект внешний, который как бы массы диктуют исламскому эстеблишменту. В буквальном смысле медвежью услугу протестующим оказали Вашингтон и Иерусалим, которые напрямую поддержали выступление. Это дало повод Тегерану утверждать, что за протестами стоят американцы и израильтяне. Сразу заговорили о некоем секретном соглашении между штатами и еврейским государством о совместном противодействии Ирану. Я не думаю, что есть какой-то реальный документ, в котором называется определенный пакт взаимодействия, направленный на действительно ослабление или прочее. Такого документа, конечно, нет. Но с другой стороны, ведь Израиль и Штаты всегда координируют свое усиленное иранское направление. В Иерусалиме категорически отрицают свою причастность к событиям в Иране, но и отмечают, что любой исход этих событий для Израиля выгоден. Во всяком случае, режим в Тегеране должен ослабить помощь своим сателлитам в Сирии и Ливане и снизить расходы на ядерную программу. А еще Трамп собрался принимать решение о судьбе ядерной сделки с Ираном. Ее заключили в 2015-м. В обмен на снятие санкций Тегеран согласился не развивать ядерное оружие и допустить инспекторов МАГАТЭ на свои объекты. Но американский президент возражает против этой сделки, хочет ее отменить и вновь ввести санкции. Иерусалим поддерживает такую идею, поскольку ядерная программа Ирана угрожает в первую очередь ему. Но в Иерусалиме по-прежнему не исключают военного решения иранской ядерной проблемы. В прессу уже просачивалась информация о том, что в ВВС Израиля создана специальная эскадрилья. Главная задача которой нанесение внезапного удара по целям, значительно удаленным от территории страны. По данным все той же прессы, это подразделение пока не расформировано. Сергей Узлендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Как отразятся события в Иране на отношениях с другими странами и чего ждать украинскому бизнесу, который после снятия санкций с Тегерана сотрудничает с иранскими компаниями? Об этом далее. Быть или не быть экономической блокаде снова. Этот вопрос из-за ситуации в Иране уже в открытую обсуждают эксперты. Угрозы новыми санкциями посыпались из Вашингтона. Как только стало известно о силовом разгоне и первых жертвах массовых протестов. Мы очень пристально следим за тем, что происходит в Иране, в том числе и нарушением прав протестующих, которые вышли на мирный митинг. И мы располагаем набором средств, в частности, это санкции, как сдерживающий эффект. Об этом говорят многие официальные лица. После таких заявлений из уст самого представителя Госдепа всем ясно, что Вашингтон не шутит. В США неоднократно использовали этот рычаг давления на Тегерана. Впервые Америка в одностороннем порядке ввела санкции против Ирана еще в 1979 году. С тех пор Вашингтон ограничил сотрудничество в торговой, финансовой и нефтегазовой сферах. Международные санкции против Ирана приняли в совбезе ООН в 2006-м, после того, как инспекторы МАГАТЭ разведали, что Тегеран вовсю обогащает уран. Переговоры о снятии ограничений с Ирана продолжались долго. Не все переговорщики были заинтересованы в отмене экономической блокады. В том числе и Россия, которой было невыгодно иметь полноценного игрока на нефтяном рынке. Однако в июле 2015-го договориться все же удалось. Санкции ЕС и США оказывали серьезное влияние на экономику Ирана. И, конечно, их отмена должна была укрепить положение страны на Ближнем Востоке. Ведь на счетах в международных банках были заморожены около 100 миллиардов долларов. При этом практически сразу после снятия санкций Иран начал заключать контракты с авторитетными мировыми компаниями. Только с Айрбасом договорились приобрести 114 пассажирских лайнеров. Украина тогда тоже начала бизнес с иранцами. После того, как администрации президента Обамы были сняты санкции с Ирана, это открыло нам возможность заключения подобного рода договоров с иранскими авиакомпаниями. Впоследствии с одной из этих компаний санкции были сняты, а с другой компанией санкции не были сняты. В связи с чем мы и оказались в черном списке, как компания, которая имела с ней контакты. Это проблема для компании. Этот черный список, безусловно, ограничивает работу. И это требует на сегодняшний день решения, в том числе юридического. Авиакомпания на рынке авиационных перевозок вот уже 27 лет. Основной вид деятельности – пассажирские перевозки, чартерные, регулярные. Также техобслуживание самолетов и подготовка авиаперсонала, летного состава. Мало того, этот рынок интересен для большого количества авиационных компаний, потому что в ожидании санкций большие компании авиационные, мировые, были заинтересованы в предоставлении Ирану своей продукции, это самолеты. Буквально за год после снятия санкций объем товарооборота между Украиной и Ираном продемонстрировал рост в 745 миллионов долларов. И это впервые за пять лет. Но сейчас сотрудничество оказалось под угрозой. Ольга Теребинская, Сергей Коваль, Анна Ильиных. Подробности – телеканал «Интер». Как в дальнейшем сотрудничать с Ираном, украинским компаниям, уже заключившим контракты, мы пытались выяснить в нескольких министерствах. В МИДИ нам ответили, что этот вопрос не в их компетенции. Министерстве инфраструктуры заявили, что не вправе регулировать деятельность частных компаний. И посоветовали обратиться в Минюст. Там попросили направить письменный запрос, что мы и сделали. Ответа пока нет. Ударили по собственным гражданам. В КНДР обломки ракеты упали на город. Об этом сообщает американская пресса. По данным СМИ, испытания провели еще 29 апреля прошлого года. Но только сейчас стало известно, что пострадал город с населением в четверть миллиона человек. Ракета была в воздухе всего около минуты, после чего отказал двигатель. Тайные переговоры с Россией, странные повадки и секрет причудливой прически американского президента. Западные СМИ опубликовали выдержки самой ожидаемой политической книги года. Она называется «Огонь и ярость в белом доме Трампа». И уже она делала немало шума в США и Великобритании. Больше расскажет Алексей Пшумовский. Дональд Трамп не рассчитывал на победу в гонке за пост президента США, а лишь рассматривал это как пиар. Однако после победы отказываться было уже поздно. Такие сенсационные подробности биографии Трампа раскрыл журналист Майкл Вульф, который взял интервью у более чем 200 бывших и нынешних соратников президента США. Выдержки из его еще не опубликованной книги попали в британские и американские СМИ. Дочь Трампа Иванка рассказала о секрете странной прически отца. Якобы из-за облысения ему приходится тщательно укладывать волосы, используя большое количество геля. А причина рыжего цвета в плохих красителях для волос, которые любит президент. Кстати, дочери Трампа автор приписывает серьезные президентские амбиции. Немало у Трампа и странных привычек. Постель в белом доме он заправляет исключительно сам, боясь микробов. А из еды предпочитают в основном чизбургеры. Многие интервьюируемые откровенно называют Трампа необразованным. К примеру, близкий друг президента, миллиардер Томас Барак. Отзывается о нем, как о сумасшедшем тупице. Один из бывших членов его предвыборного штаба заявил, что во время избирательной кампании ему пришлось читать Трампу конституцию США, которой тот просто не знал. Немало внимания в книге уделено и отношениям американского президента с Россией. Бывший главный стратеги его администрации Стив Беннон заявил, что сотрудничество сына Трампа с российскими лоббистами, предоставившими компромат на Хиллари Клинтон, было откровенным предательством и изменой. И не исключил, что в этих встречах, которые сейчас активно расследуют американские правоохранители, мог принимать участие и Трамп-старший. В Белом доме уже назвали все эти громкие обвинения выдумкой. Полностью сфабрикованной книгу назвал и бывший британский премьер Тони Блэр, который также давал интервью. Администрация Трампа готовит судебные иски. Не исключено, что после поступления книги в продажу их станет больше, как и новых скандальных подробностей биографии президента. Из Лондона Алексей Пшимыский, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер. В Днепре неизвестные расстреляли двух мужчин во дворе частного дома. Могли пострадать и дети, но мама их вовремя спрятала. Стрелков до сих пор ищет полиция, а пострадавших доставили в больницу. Кроме огнестрельных ранений, врачи обнаружили и ножевые. Подробности в следующем материале. Стрельба произошла во дворе этого частного дома. Здесь живут супруги Ирина Михаил с двумя дочерьми. Одной семь лет, второй почти два. Вчерашний вечер семья даже боится вспоминать. В гости зашел брат мужа. Был не один. Двое друзей ждали его на улице. Вдруг услышали выстрелы. Я криков не слышала. Я была в шоковом состоянии. У меня старшая дочка начала кричать, плакать. Мамочка, я боюсь и все. Я не знаю, я даже не выходила. Я сама испугалась, я схватила детей и села и сидела. Когда это все закончилось, я вышла на улицу, во двор. Я увидела только много крови и человека, который лежал в крови. Стрелки быстро скрылись. Со множественными ранениями двоих мужчин доставили в больницу. Одного после оказания медицинской помощи отпустили. В тяжелом состоянии 35-летний Евгений. В речи говорят, его буквально изрешетили. Пулевых много. Это и ноги, и руки, и кисти, и грудная клетка, и щека, и голова. Остальные, вот несколько ран, и только на живых. Только грудная клетка, по-видимому голова. Сейчас жизни Евгений ничего не угрожает. В больнице он проведет как минимум неделю. С журналистами не откровенничал. Говорит только, что даже не догадывается, кто мог в него стрелять. Сказал, было трое. Там есть священие, но я их не знаю. У пострадавшего две судимости за кражи. Но за последние шесть лет после того, как вышел на свободу, уверяет, закон не нарушал. Признался, в этот день с друзьями выпивал. Как выяснилось, журналистам мужчина рассказал далеко не все. Накануне он украл металл и сдал его. А стрелять вполне могли владельцы украденного. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители. Предварительно стреляли из травматического оружия. На месте преступления полиция изъяла гильзы. Когда мы затримаем подозреваемых, тогда мы уже подчас допыта выясним, какой конфликт мог причинить такие последствия. Уголовное производство открыли по статье «Умышленное нанесение чашки в телесные повреждения». Стрелков ищут до сих пор. Елена Медалюк, Евгений Коднецов. Подробности, телеканал Интер. Днепр. В Днепре на взятки поймали капитана полиции. Его задержали в центре города во время передачи первой части суммы тысячи долларов. Всего старший следователь вымогал у местного жителя 40 тысяч гривен. За эти деньги обещал закрыть уголовное производство по делу о ДТП. Теперь правоохранителю грозит до пяти лет лишения свободы. В Черкасской области полиция обнаружила подпольный цех, в котором производили поддельную бытовую химию. 40-летний мужчина развернул в подсобном помещении целое предприятие. Там размешивали и фасовали стиральные порошки, моющие средства и шампуни. Подделки под видом известных брендов продавали через торговые сети по всей области. Во время обыска полиция изъяла более 15 тонн фальсификата, оборудования, тару и наклейки. Европа во власти мощнейшего урагана Элеонора. Жертвами стихии уже стали три человека. Во французских Альпах погиб спортсмен-горнолыжник. Еще три десятка человек травмированы по всей территории Франции. В Париже закрыли для посещения Эйфелеву башню. Поезд сошел с рельсов в Швейцарии из-за сильного ветра, скорость которого достигала 160 км в час. Несколько пассажиров получили незначительные травмы. А в Испании два человека были смыты большой волной. Какую войну объявил Эммануэль Макрон? Почему тристам ограничат доступ в Тадж-Махал? И кто возглавит жюри Каннского кинофестиваля? Об этом и не только в нашем обзоре. Войну фейкам объявил Эммануэль Макрон. Президент Франции планирует наказать за публикацию неправдивых новостей. По его мнению, пропаганду распространяют тысячи аккаунтов в соцсетях. И теперь в случае выявления недостоверной информации, суды могут оперативно удалить какой-либо контент, закрыть учетную запись пользователя или полностью блокировать доступ к веб-сайту. Дерзкая кража в Венеции. Воры ограбили знаменитый дворец Дожей. С выставки пропали драгоценности индийских махараджей. Злоумышленники забрали брошь и серьги прямо с витрины. Преступникам удалось скрыться, им не помешала даже сработавшая сигнализация. Сейчас итальянская полиция анализирует записи с камер видеонаблюдения. А итальянские СМИ пишут, украденные украшения стоят миллионы долларов. Доступ в Тадж-Махал решили ограничить. Индия хочет сохранить памятник архитектуры. Власти уверены, неконтролируемый поток туристов разрушает неповторимую атмосферу этого уникального места и создает угрозу стремительного износа. Интересно, что запрет коснется только посетителей индийцев. Их количество ограничат до 40 тысяч человек в день. Иностранных туристов ограничение не затронет. Ведь они платят за вход 16 долларов. В то время как местным посещение обходится почти бесплатно. Присаживайтесь. К новому 2018 году рядом с датским городом Гунцлев открыли тюрьму, которую СМИ назвали самой комфортной в мире. Там есть церковь, сады, дизайнерские санузлы и множество других удобств, которых так не хватает обычным, не совершавшим никаких правонарушений людям. Стены заведения выкрашены в светлые тона. Никакого черного. По мнению архитекторов, обстановка должна способствовать перевоспитанию. Исландия стала первой в мире страной, где приняли закон о равенстве зарплат мужчин и женщин. Компаниям строго-настрого запретили платить сотрудницам меньше, чем сотрудникам. Более того, фирмам необходимо получить специальный сертификат, подтверждающий равную оплату труда. Нарушителям грозят огромные штрафы. Исландские власти намерены полностью искоренить разрыв в зарплатах в 2022 году. Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля. Австралийская актриса станет 12-й женщиной, которой удостоится такой чести. 48-летняя Бланшетт, обладательница двух премий «Оскар» и «Трех золотых глобусов». В число ее киноработ входят такие известные картины, как «Авиатор» и трилогия «Властелин колец». Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности в ей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова